Пить как шведы, легкое вино, минимальное количество сахара и чайный гриб. Пека Хакала. Уильсинген Санамать, Финляндия. 25 марта 2018 года. Пить как шведы, легкое вино, минимальное количество сахара и чайный гриб. Шумные разговоры за столом пивного ресторана на Стокгольмском острове Сёдермальм неожиданно затихают. Собеседники начинают волноваться. Ох, тяжелый вопрос, произносит 28-летний Оскар Омни, Оскар Омни. Фриланс-фотографы встретились после работы, чтобы выпить пиво. Я только что задал вопрос о том, считается ли в Швеции приличным сильное опьянение. Ты прямо сразу к делу перешел, говорит 35-летняя Анью Насон, Анни Насон. Нужно быть осторожнее в вопросах. Моя задача – выяснить современные шведские алкогольные привычки. Что нужно знать Финну? Урок первый. Не задавать вопросов об отношении к выпивке за первой кружкой пива. Вопросы о новых направлениях в алкогольной культуре приносят результат получше. А мне очень нравятся легкие вина. Глаза загораются от восторга. В них ничего не добавляют, говорит он. У них может быть привкус земли. Я знаю, что это странно звучит, но эти вина очень хороши. Легкие вина, которые производят по современным технологиям, один из продуктов, который быстро набирает популярность в шведских магазинах алкогольной продукции со стимбологет. Вторая группа популярных продуктов – безалкогольные напитки. В этой сфере у Анни тоже есть опыт. Один мой друг ужасно хорошо делает настой чайного гриба. Он продает его в Мишленовский ресторан. Настой чайного гриба – страдавний безалкогольный напиток, приготовленный на основе чая при помощи брожения. Этот настой, а также кефир, приготовленный с использованием бактерий, по словам моего собеседника, можно заказать во многих барах. Эти напитки очень полезны для здоровья, советует Амни. Мысли о здоровье – один из шведских трендов в алкогольной культуре. Как сообщает представитель со стимбологет по связям с общественностью Элины Ули Торви, Элины Ли Торви, сейчас клиенты так часто интересуются содержанием сахаровых любимых винах, что количество граммов сахара начали указывать на ценниках. Урок номер два – выражать заинтересованность в безалкогольных, здоровых напитках природного происхождения. Различия в алкогольной культуре Финляндии и Швеции отражаются в статистике. В 2016 году Финн старше 15 лет выпивал 10,8 литров алкоголя, если считать напитки со стопроцентным содержанием алкоголя. В Швеции этот показатель составлял 9 литров. Эта разница в 2 литра является довольно значительной, говорит специалист Национального института здоровья и благополучия Финляндии Томас Карлсон. Томас Карлсон. Показатели Финляндии приближаются к показателям Дании. Алкоголь в Швеции купить тяжелее, чем в Финляндии. Кроме этого, к употреблению алкоголя в Швеции относятся строже. В качестве первого объяснения ситуации Карлсон приводит знакомую истину – финны чаще пьют, чтобы напиться. Об этом свидетельствуют и различия в статистике, касающейся алкогольных пристрастий стран. В Швеции половина употребляемого алкоголя – вино, а финны, в свою очередь, фанаты пива. Вином тоже многие напиваются, но, конечно, и дешевое пиво берут, чтобы напиться, говорит исследователь. Один фотограф был на коктейльной вечеринке и присоединяется к компании только сейчас. Уэриста Портеи. Где вечеринка? Кричит он и смеется. У шведов тоже нет иммунитета к бесплатному алкоголю. Я вновь спрашиваю о рамках дозволенного в Швеции у Амни Юнасон. Считается ли нормальным ходить с банкой пива в руке? Эта ситуация кажется непривычной. В метро в выходные дни часто можно встретить ребят с напитками, говорит Юнасон. Но в целом это неприемлемо. В праздники правила меняются. На Рождество, в Новый год и на Иванов день нетрезвых людей можно часто увидеть на улице. В Швеции поют за столом. Амни подтверждает, что этот стереотип правдив до сих пор, молодежь тоже поет застольные шнапсовые песни. Часто раздают распечатки со словами разных песен, рассказывает Амни. Однако весь шнапс не нужно выпивать так бодро, как об этом поется в шведских песнях. Алкоголь пьют на шведских праздниках по четким правилам. Шведы выбирают день, покупают то, что собираются пить, а потом это пьют, говорит Юнасон. Урок третий. Швед тщательно планирует алкогольный праздник. И причины планировать есть. Спонтанное предложение выпить вина потерпит неудачу, если оно придет в голову в субботу в 15.05. Систем Балагет уже закрылся. В продуктовом магазине еще можно купить пиво с 3,5% алкоголя. Пока пьешь это пиво, можно смотреть на оплаченную систем Балагет телевизионную рекламу, в которой рассказывается, что алкоголь обнуляет эффект, полученный от тренировки. Магазины не поощряют продажу алкоголя. Алкогольную политику Швеции в баре хвалят. В Швеции думают о том, что это ради нашего всеобщего блага, подтверждают исследователи Карлсон. В финских соцсетях, в свою очередь, многие считают, что финские магазины алкоголя алкосограниченными часами работы – настоящее зло. Шведская алкогольная политика строже финской. Снижение в Финляндии налога на алкоголь считают неудачной затеей. Карлсон говорит, что недавно встретил своих шведских коллег. Речь зашла о продаже крепкого пива в супермаркетах. Они пытались вежливо спросить, что финны хотели таким образом сделать и почему. Урок 4. Не ругай алкогольную политику Швеции. В Финляндии иногда говорят, следи за тем, что ты пьешь. В Швеции урок 5 гласит, проверяя еще и то, что пьют другие. У меня никогда нет желания напиваться, говорит Юнасон. А мне, в свою очередь, говорит, что в молодости было важно взять на вечеринку равно столько пива, сколько взяли твои друзья. С культурой проверки можно столкнуться и у дверей ночных клубов. Беременная родственница Юнасон не смогла попасть в бар на свой девичник, поскольку, по мнению охранника, она выглядела пьяной. В некоторых клубах в Стокгольме проверки, к сожалению, подвергают и внешний вид. Однажды Юнасон видела, как охранник не впустил в бар двух женщин в джинсах. Девушкам сказали, что клуб переполнен. Мы, тем не менее, смогли попасть сразу же за ними. Возможно, они были недостаточно красивыми или были недостаточно дорого одеты. Или еще что-нибудь. Ужасно. Остался неприятный осадок. В 10 часов атмосфера в пивном ресторане меняется. Поднимается шум. Посетители расслабляются. Рядом с картофелем фри и кружками на столах появляется снюс. И, наконец, провокационный вопрос. А что будет, если вдруг на вечеринке теряешь над собой контроль? Такой случай произошел с бывшим министром финансов Швеции Андерсом Боргом, Андерсборг, на летнем празднике в прошлом году. Он демонстрировал свои половые органы, приставал к женщинам и через неделю после торжеств уволился из финансового конгломерата Чити Грауп. Юнасон и Амни придерживаются одной точки зрения. Терять контроль над своими действиями – позорно, и так было даже в студенческие годы. Об этом не любят рассказывать, говорит Юнасон. Или, по крайней мере, об этом рассказывают со стыдом, подтверждает Амни. Шестой, последний урок. Если ты вдруг сильно захмелел от легкого вина с низким содержанием сахара, не стоит всем об этом сообщать. Лаурес Аарикоски. Лаурес Аарикоски, корреспондент Эль Синген Сана Мать в Вашингтоне. Счастливые часы в барах в начале вечера рабочий ритм больших американских городов означает, что в будничные вечера в барах мало людей. Однако после работы можно успеть на счастливые часы, когда можно купить два напитка по цене одного. Или же можно попасть на коктейльную вечеринку, на которой обмениваются визитками. Оба вида таких мероприятий заканчиваются довольно рано. В будничные вечера американцы часто уходят с них максимум в 8 или 9 часов. Многие пьют только газировку, и опьянение считают непристойным. В городах поменьше к алкогольной культуре относятся спокойнее. Многие пьют именно пиво. Тайлгатинг – одна из необычных американских традиций празднования перед футбольным матчем. Тогда футбольные фанаты останавливаются рядом с местом проведения игры, готовят блюда на гриле, а также приносят напитки. Столом служит кузов автомобиля. Финны обращают внимание на то, что американцы садятся за руль и после того, как выпьют. Система общественного транспорта за пределами крупных городов развита плохо, и без машины здесь никуда. Водка – часть России, считает корреспондент Эльсинген Сана Мать в Москве. Пекахакала – пекакала. Легкие напитки пьют в России все чаще, но это поверхностные изменения. Россия по-прежнему остается страной водки. Если дома готовится серьезное застолье, с первым и вторым блюдом, то должна быть и рюмка водки. По крайней мере, если кто-то пришел в гости. Традиционная порция – 50 грамм. В ресторане посетитель мужского пола может попросить 100 грамм. На это никто не обратит внимания, и извиняться ему ни за что не придется. Если собирается компания, то на стол просит бутылку водки. На празднике рюмки – часть этикета. Сначала тост произносит хозяин, потом гости произносят ответный тост, потом пьют за женщин. Гостям мужчинам положено выпить первую и третью рюмку до дна. Чего делать не стоит. Ну, если очень хочешь пить водку прямо из горла, делай это в одиночку, или со своим лучшим другом. Выпивать вдвоем не очень принято. В одном старом анекдоте двое пьяных мужчин безуспешно ищут на остановке третьего собутыльника. Затем стаканы наполняются до краев, и произносится самый короткий в мире тост – за третьего.